Здравствуйте, дамы и господа. Вы уже прочитали на экране, что темой сегодняшней лекции будет криминология как наука. Это лекция о теоретических и методологических основах криминологии. И в рамках этой проблемы я хотел бы осветить вопросы, которые были на экранах ваших. Это три основных вопроса. Предмет криминологии, методы криминологических исследований и место криминологии в системе других наук. Я полагаю, что это как раз те самые вопросы, на которых надо сосредоточить внимание в самом начале изучения криминологии как науки. Ну, естественно, в начале о предмете криминологии. Рассмотрение вопроса о предмете криминологии, так же, как и о предмете любой другой науки, имеет очень важное значение. В первую очередь, потому что науки отличаются друг от друга своими предметами. Можно сказать, что предмет любой науки – это тот круг проблем, тот круг вопросов, которыми занимается данная наука и никакая другая. Это очень важное обстоятельство. Если у науки нет своего предмета, то это не наука. Или если этот предмет изучается рядом наук, то значит, их предметы еще не установились. Другое дело, что по поводу предмета науки могут быть споры среди ученых. Это совершенно естественно. Но это споры теоретического характера, при этом остается неизменным взгляд на предмет, как на нечто вот такое устоявшееся, лежащее в основе, самое главное для этой отрасли научного знания. Итак, предмет криминологии. Коротко его можно было бы определить в качестве науки, что криминология – это наука о преступности. Что криминология – это наука о преступности. Но я думаю, что это слишком такое, ну, общее, что ли, определение. Наверное, нужно вести речь о том, какие элементы основные включает в себя криминология, как наука. И для этого понадобится более развернутое определение науки криминологии. Я предлагаю вам следующее определение, причем хотел бы сказать, что вот то определение, которое я сейчас вам приведу, более подробное определение, оно, в общем-то, разделяется большинством отечественных и зарубежных криминологов. Вот более развернутое определение криминологии сейчас на ваших экранах. Из этого следует, что криминология – это наука о преступности, ее причинах, личности преступника, преступном поведении, путях и способах борьбы с преступностью. Мы можем сказать, что, следовательно, криминология состоит из пяти основных элементов. Это преступность, во-вторых, причины, в-третьих, личность преступника, в-четвертых, преступное поведение, и в-пятых, пути и способы борьбы с преступностью. И, естественно, что можно было бы дать более развернутое, более детальное определение, назвать еще какие-то важные составные части. Ну, они, в общем-то, уложились бы в русло того определения, которое я вам дал. Поэтому я призываю вас иметь в виду оба определения. И вот то краткое, то есть криминология наука о преступности, и другое, более развернутое – это наука, включающая в себя вот эти пять основных элементов. Я хотел бы коротко остановиться на каждом из них. Криминология, конечно же, изучает, что такое преступность. Каковы основные характеристики этого явления? Когда преступность появилась в обществе, является ли это явлением вечным или приходящим? Каковы количественные и качественные особенности преступности? Об этом будет более подробная речь идти в дальнейшем, в лекциях, которые последуют вслед за вот сегодняшней лекцией. А сейчас бы я хотел бы остановиться только на наиболее важных характеристиках преступности. Во-первых, я хотел бы выразить свою личную точку зрения по поводу того, что является ли преступность вечным явлением или приходящим явлением, то есть появившимся на определенном этапе человеческой истории и исчезающим на каком-то ином этапе человеческой истории. Марксистская криминология, из недр которых мы все вышли, ну мы, я имею в виду людей старшего поколения, исследователи старшего поколения, считалось, что криминология, что, прошу прощения, преступность, это явление приходящее, что преступность появилась только на определенном этапе развития общества, тогда, когда появилось материальное неравенство людей, разделение их на классы, на бедных, богатых, эксплуататоров и эксплуатируемых, ну и, соответственно, когда вот такое общество неравных возможностей и неравного достатка будет ликвидировано, то есть построением коммунизма преступность исчезнет. Оговаривалось при этом, что будет она исчезать постепенно, в разных формах и так далее. Ну, мы все знаем, какова судьба коммунистического учения, что это, в общем, оказалось иллюзией и вредной иллюзией, и такой же вредной иллюзией была, конечно, позиция относительно временности, приходящем характере преступности. Ну вот, вы знаете, если обратиться к исследованиям этнологов, мифологов, к исследованиям, особенно тех авторов, которые изучали современных ископаемых, современных дикарей, людей, ведущих первобытное существование, то окажется, что среди них, конечно же, было то, что мы сейчас называем преступностью, конечно же, совершались преступления, хотя они назывались иначе, не так, как мы сейчас называем. И, конечно же, не было никакого кодекса, не было писанных законов, но были твердые, принятые всем сообществом, родом, племенью, народом, правила, нарушения которых каралось очень строго. Я думаю, мы, в общем, не должны ориентироваться на то, есть ли в данном обществе или сообществе писанные законы. Дело, в общем-то, не в этом, а дело в том, что есть определенные правила, нарушения которых люди строго карают. Я из этого выношу, да, ну, плюс к этому, конечно же, и наблюдение за современным состоянием преступности. Убеждают в том, что, конечно же, преступность явления вечная. Она такая же, такое же вечное явление, как болезни. Я думаю, что оно такое же естественное явление, как зачатие, рожжение и смерть. Естественно, что мы можем с разной силой, с разной глубиной проникнуть в сущность преступности, понять основные рычаги, которые управляют преступностью. Это другая проблема. И сейчас, вот, постепенно переходя к вопросу о причинах преступности, я бы хотел отметить, что усилия криминологов и в прошлом, и в настоящем, справедливо сосредоточены на вопросах о том, почему люди сейчас совершают преступления. Вот какие явления, процессы в нашей жизни, в жизни отдельной страны, отдельного общества, отдельного народа порождают преступность. Я думаю, что, в общем, это совершенно справедливая постановка вопроса. Именно так надо ставить вопрос, почему сейчас совершают люди преступления. И это имеет огромное практическое значение. Если мы сможем ответить, почему люди сейчас совершают преступления, то, следовательно, мы можем попытаться создать наиболее эффективные меры борьбы с преступностью сейчас. То есть, такая постановка вопроса вполне актуальна и важна. Однако, я хотел бы в вопрос о причинах перевести в несколько иную плоскость. Поставить в несколько абстрактную проблему. Почему люди вообще совершают преступления? И сейчас, и в 18 веке, и до нашей эры, и в древней, в Египте, в Риме и так далее. Вот так поставить вопрос. Даже в первобытном обществе, о котором я сказал, что оно отнюдь не было свободно от преступлений. И вот, если попытаться поставить вот так абстрактно вопрос, я думаю, не безинтересно и, конечно, для практики, и, несомненно, интересно для теории. Может быть, для теории в первую очередь. Так вот, если поставить вопрос таким образом, я думаю, что можно было бы предложить вот такой вариант ответа. Всегда, в любом обществе, в любые времена, в любую эпоху были, есть и будут люди, которые недовольны своим положением, своим статусом. Причем я вот это недовольство имею в виду в самом широком аспекте. Это может быть не только недовольство своим материальным положением, и появление из-за этого чувства зависти, гнева, возмущения, которое иногда принимает форму преступления. Я имею в виду и другие интимные переживания, тоже вызывающие недовольство своим положением. Например, различного рода сексуальные переживания, которые, как показывают наши исследования, детерминируют, порождают целый ряд преступлений. Причем самых кровавых преступлений. Это не только преступления сексуального характера, оцениваемые как преступления сексуального характера. Это часто бывают и преступления имущественного характера, которые в глубине бессознательно детерминируются, вызываются именно переживаниями по поводу своего сексуального статуса, по поводу своего статуса в межполовых отношениях. Поэтому я еще раз подчеркиваю, я призываю к тому, чтобы понимать недовольство, несогласие людей своим статусом в очень широком аспекте. И я в этом вижу причину того, почему люди всегда совершали, совершают и неизбежно будут совершать преступления. Разумеется, это весьма пессимистический вывод, но криминолог, как и представители очень многих других научных специальностей, должен быть пессимистом в душе и не возлагать ни на криминологическую науку, ни на правоохранительную практику особых надежд. Ну, конечно же, и историк должен быть пессимистом, и этнолог, наверное, и политолог должен быть пессимистом. В этом смысле криминологи совершенно не отличаются от вот этих наших коллег. Личность преступника и преступное поведение занимают очень важное место в криминологии. Без знания того, что представляет собой личность преступника, каковы причины и механизмы совершения отдельных преступлений вообще преступного поведения зависит успех в борьбе с преступностью. Несколько забегая вперед, я имею в виду последующие лекции, я хотел бы констатировать. Если мы не будем знать, что представляет собой личность преступника, от чего зависит преступное поведение, мы не сможем успешно бороться с преступниками и с преступностью. В каждом конкретном случае перед правоохранительными органами, перед всеми, кто ставит перед собой задачу предупреждения преступлений, живой конкретный человек со своей судьбой, со своими страстями, со своими переживаниями, со своим горем тоже, со своими влечениями, которые могут быть и грязными, и мерзкими, но тем не менее это его влечение. И мы все это должны знать, иначе просто ничего не получится. Вообще даже я отмечу, что многие криминологические школы отличаются друг от друга своим отношением к личности преступника и к причинам и механизмам преступного поведения. И поэтому множество споров о том, кто такой преступник. Даже вопрос есть, проблема есть такая, можно ли говорить о личности преступника, или можно говорить только о лицах, совершающих преступление. Я лично думаю, что, конечно же, нужно говорить о личности преступника, как о некой абстрактной модели, которая является объектом и научного познания, и практического, профилактического воздействия. И вот и тот, и другой подход, конечно же, чрезвычайно важны. Для того, чтобы изучить личность преступника, нужны особые подходы, особые знания, умения, навыки. И если кто-нибудь из вас поставил бы перед собой задачу изучения личности преступника, конкретного человека, я вам рекомендую, прежде всего, главным образом изучать живых людей, которые совершают преступления, или совершили преступления. Конечно же, предварительно изучив все материалы на них, без изучения живого человека успеха в криминологии добиться, по-моему, невозможно. И вот пятый элемент того определения криминологии, который я вам предложил. Это пути и способы борьбы с преступностью. я уже высказал свою точку зрения о том, что с преступностью покончить невозможно. Но это вовсе не означает, что с ней нужно мириться. если покончить невозможно, то вполне можно поставить другую проблему. Проблему сдерживания преступности. Сдерживания на определенном цивилизованном уровне. Не полной ликвидации преступности. Это абсурд. А необходимо ставить и решать проблему удержания преступности, противодействия преступности, чтобы она была бы только на определенном уровне. поверьте, это не просто призыв. Я думаю, что в цивилизованном обществе преступность должна находиться в каких-то строгих рамках. Что это означает? Это означает, прежде всего, чтобы количество совершаемых преступлений было бы максимально низким, небольшим. это очень важное требование. Я бы его даже поставил в самое начало. Это означает, что преступники должны быть четко отделены от непреступников. Чтобы не случалось так, как случается в нашей стране, когда за один стол садятся гангстеры и политиканствующие личности или же еще и работники искусств, причем и те, и другие после этого похваляются, что им чрезвычайно повезло, и вот они посидели с гангстером за одним столом. Я считаю, что это просто позор для порядочного человека и для общества, которое стремится к тому, чтобы его назвали бы цивилизованным обществом. Но это у нас, к сожалению, бывает нередко. Вот, кстати, я хотел бы в связи с этим отметить, что одна из самых больших опасностей со стороны организованной преступности как раз и заключается в том, что представители преступных организаций, ну, какое бы тут слово подобрать, ну, как бы смешиваются с остальными людьми, они как бы не выделяются, к ним не вырабатывается особого отношения, а это отношение должно быть отношением презрения к этим людям. и ненависть, если это нужно. Но, в первую очередь, конечно, это должно быть презрение. Я, например, считаю, что это совершенно недопустимо, когда преступники рвутся во власть. Я имею в виду общеизвестные случаи, когда лица, известные всем, как воры и бандиты, начинают баллотироваться в депутаты различного уровня власти. Итак, если нельзя покончить с преступностью, я думаю, что криминология, это ее задача, должна вырабатывать пути, способы, формы, методы удержания преступности на том уровне, о котором я вам сказал, на цивилизованном уровне. То есть, когда уровень преступности невысок, когда граждане не боятся выйти из дома, когда они не так, как иногда это бывает у нас, все время опасаются за свою безопасность и за свое имущество, и когда не происходит сращивания воров, бандитов с прочим населением. теперь о методах криминологических исследований. Прежде всего, я хотел бы отметить, что методологической основой криминологии является материалистическая диалектика. я думаю, что именно признание материалистической диалектики в качестве методологической основы криминологических исследований позволяет искать, исследовать, устанавливать причины преступности, причины индивидуального преступного поведения в социальной жизни в самом преступнике. Именно такой подход позволяет представить себе развитие отдельной личности во всей ее сложности, во всех ее внешних связи, во всех ее зависимостях от этих внешних связей, и я вот прошу обратить на это внимание, ее зависимости от самой себя, на что мы очень редко обращаем внимание. Это относится не только, конечно, к преступникам, это относится и к обычным людям, потому что мы склонны к тому, чтобы во всех бедах обвинять других, только не самих себя. Вот я думаю, что материалистическая диалектика является основой, металлогической основой криминологии, и я при этом бы заметил, что большинство и западных криминологических исследований опирается именно на материализм и на диалектику, как на ту основу, которая позволяет идти по правильному пути. разумеется, можно и материализм понимать по-своему, и диалектику понимать по-разному, имеются различные школы, но я имею в виду диалектику в целом и материализм в целом как основу. Ну, поскольку я сказал о связях, порождающих связях преступности с другими социальными явлениями, необходимо отметить, что поскольку криминология все время ищет вот эти связи или пытается найти эти связи, то она неизбежно обращается к достижениям других наук и старается максимально использовать эти достижения для того, чтобы с наибольшим успехом, с наибольшим эффектом изучить то, что составляет ее предмет. Поэтому можно сказать, что криминология опирается на достижения ряда наук. Каких вы сейчас увидите на ваших экранах. Вот вы видите, что я в их числе назвал экономику, политологию, философию, педагогику, психологию, психиатрию, статистику, социологию. Наверное, я не перечислил все науки. Может быть, мне подскажут еще какие-то. Но то, что я назвал, я думаю, что это как раз те науки, которые в наибольшей взаимосвязи находятся с криминологией. Ну, я в качестве примера мог бы назвать, скажем, политологию. Почему я взял политологию? Вот сейчас внимание современных криминологов привлекает такой вид преступности, как политическая преступность. Недавно появилась превосходная книга академика Кудрявцева с автором, которая называется «Политическая юстиция в СССР». Там вот дан научный анализ политической преступности тоталитарного режима. Преступления политического характера часто совершаются и в нашей стране, я имею в виду проявления терроризма. Таким образом, криминология связана с целым рядом наук, но об этом я скажу несколько ниже, а сейчас я хотел бы, говоря о методологии, сказать о следующем. Очень важным требованием в криминологических исследованиях является следующее. Какое-то явление, привлекшее внимание криминолога, то есть имеющее криминологическое значение, криминогенное или антикриминогенное, всегда должно изучаться с помощью адекватных способов. преступности. Вот я думаю, например, что преступность в целом, причины преступности должны изучаться с помощью методов социологии, осмысливаться на философском уровне. когда изучается личность преступника, причины и механизмы преступного поведения, то, как я думаю, здесь больше надо привлекать, скажем, достижения психологии. это очень важное значение методологическое имеет адекватность применения необходимых для именно данного случая методик. Ну, например, если мы изучаем мотивы совершения преступлений, то необходимо, конечно же, опираться на достижение психологии, потому что мотивы это психологическая категория, и именно в психологии уделяется этому первостепенное значение. Конечно, понятие мотивов используется очень широко и в уголовном праве и в криминалистике и так далее, и вообще внеюридических наук тоже очень широко используется. Но, тем не менее, это остается проблемой именно именно психологии. поэтому здесь достижения психологии должны использоваться очень широко. И в этой связи я хотел бы коротко остановиться на том, что не все криминологи и не во всех криминологических исследованиях используют вот те способы, которые о которых я только что сказал. И, например, для изучения тех же мотивов используют социологические методы, прибегая к анкетированию уголовных дел. Ну, уголовные дела, конечно же, нужно анкетировать. Нужно анкетировать. Но это не означает, что с помощью анкетирования, с помощью других методов социологии можно изучать явления, которые находятся в совершенно ином ряду. Я поэтому призываю вас, дамы и господа, к тому, чтобы, если вы когда-нибудь начнете соответствующее исследование, оно осуществлялось именно на должном уровне. Число социологических методов я бы отнес и упомянутые уже мною анкетирование, опрос, интервью. К числу психологических методов, конечно же, нужно отнести и тестирование интересующих вас лиц, изучение личности этого человека, причем, лучше всего такое изучение производить как по документам, которые будут в вашем распоряжении, так и путем личной беседы вот с этим человеком. Я хотел бы, конечно, предупредить, что использование как социологических методов, статистических методов, психологических методов требует специальной подготовки, требует специальной подготовки тех людей, которые ставят перед собой соответствующие задачи. В ряде случаев, я убежден в этом, подготовка требует не одного года, а многих лет. Ну, не многих лет, я, наверное, слишком преувеличил, но, во всем случае, скажем, изучение, к примеру, я хотел бы отметить, скажем, для того, чтобы успешно применять психологические методы, наверное, два-три года следует очень активно заниматься соответствующим изучением. Я так достаточно подробно остановился на методах изучения, поскольку практической деятельности, а вам, конечно же, практическая деятельность предстоит и в практических органах, где борются с преступностью, и в научно-исследовательских коллективах, очень часто путают вот эти методы, какие методы надо в каких случаях применять. И я на этом останавливаюсь именно для того, чтобы предотвратить возможные ошибки с вашей стороны, подчеркивая при этом, что конечно же следует специально изучить и как социологические, так и статистические, психологические или иные методы. Теперь я, наверное, перейду к третьему вопросу нашей лекции к месту криминологии среди других наук. я этот вопрос частично изложу и в историческом аспекте, поскольку по мере развития криминологии ее место среди других наук существенно менялось. прежде всего я хотел бы отметить, что криминология вышла из недр уголовного права. Из недр уголовного права. Ну, понятно, что исторические поиски ответа на вопрос, почему люди совершают преступления, этот вопрос появился в недрах уголовного права, и специалисты в области уголовного права стали заниматься поиском этих причин. вначале, конечно же, это были чисто интуитивные поиски, наверное, причины нарушения существующих правил предпринимались еще и в первобытном обществе, люди искали почему он так совершил, такое действие совершил или не воздержался от чего-то. Но вот более-менее предметно с привлечением научных знаний вопросом о том, почему люди совершают преступления, стали заниматься значительно позже. Вот в 18 веке были многие исследования осуществлены, но они в основном не носили эмпирический характер, только в 19 веке эмпирическая база криминологических исследований стала солидной. солидной. Вот в 18 веке, точнее во второй половине 18 века, Монтескьо, Вольтер, Виталий, Чазаре, Бекарье высказали сужение о том, что такое преступление, и почему люди совершают преступления. Может быть, вы видели, слышали или читали замечательную книгу Чазаре Бекарье о преступлениях и наказаниях. Я думаю, что она даже и сейчас по прошествии почти двух веков представляет несомненную актуальность. К слову сказать, внук Чазаре Бекарье, знаменитый итальянский писатель был Александро Монтзони. Именно его памяти посвящено величайшее произведение Верди Реквием. Но это к слову. Так вот, в работах упомянутых мною мыслителей были высказаны весьма интересные суждения о преступности. Ну, а в девятнадцатом веке стались более предметно и на более таком эмпирическом уровне заниматься изучением преступности и во Франции, и в Бельгии, и в Германии, и в Великобритании появились работы, в которых высказывались очень интересные суждения. Но, я бы хотел обратить ваше внимание на то, что ими занимались как те, которых мы могли бы сейчас с полным основанием на то назвать чистыми криминологами, а в основном занимались те, которые занимались криминологией наряду с другими проблемами. Я бы мог назвать таких выдающихся исследователей как Дюргейм, Мертон, Селин, научные интересы которых выходили за рамки конечно криминологии, и они были замечательными мыслителями, социологами, и в их работах можно найти чрезвычайно важные суждения относительно преступности и личности преступника. Вот да, да, еще необходимо сказать о том, что криминологические проблемы привлекали к себе внимание и психологов, и психиатров. Среди последних я бы назвал имя Ламброзо. Это был итальянский врач-психиатр, который определяется в современной науке как создатель биологической школы в криминологии. Он действительно высказал достаточно жесткие суждения по поводу того, что такое преступник и почему он совершает преступление. причем по его мнению склонность к совершению преступлений заложена в преступниках, точнее, в большинстве преступников на биологическом уровне. это очень крайняя такая теория и надо сказать, что к концу жизни сам Ламброзо пересмотрел некоторые ее положения и их смягчил, но тем не менее работы его являются началом криминолого-биологических исследований. в общем сейчас в мире не очень много поклонников биологических теорий причин преступности, однако конечно же такие теории есть, но я еще раз повторяю, что их не так много. В основном сейчас криминологические исследования осуществляются на уровнях, на двух основных уровнях. Это социологические и психологические исследования. социологические и психологические исследования. может возникнуть вопрос, ну а вот когда осуществляются исследования психиатрические, куда их следует психиатрические среди преступников, куда их следует отнести? я думаю, что на этот вопрос можно было бы ответить следующим образом, что частично это свой собственный психиатрический уровень, а с другой стороны это и патопсихологический уровень, это часть психологического уровня, где исследуются психологические особенности лиц, совершивших преступления. Я вот так достаточно бегло рассказал об ученых, которые работали в области криминологии в 18-19 начале 20-го века для того, чтобы показать, что криминология вот очень тесно связана с другими науками, очень тесно связана с другими науками и конечно же вот то, что проблемами преступности живо интересовались и социологи, и специалисты в области статистики, и психологи, и философы и так далее наложило свой отпечаток на то, что представляет собой криминология в настоящее время. Я хотел бы отметить это именно с удовлетворением, потому что вот криминология смогла привлечь внимание, то есть криминологические проблемы смогли привлечь внимание специалистов самого различного профиля. И в нашей стране конечно же очень большой интерес проявлялся в прошлом криминологическим вопросом. И я бы мог назвать такие славные имена ученых, как Жижеленко, Гернет, Файницкий, Познышев, некоторые из которых, как, например, Гернет и Познышев, работали даже и в советское время и написали прекрасные работы. А что касается отечественной криминологии, то она в основном прошла три вот таких этапа. Три основных этапа. Ну, вот, сначала 20-х годов до середины 30-х годов. Потом распоряжением партийного коммунистического руководства криминология была объявлена вне закона, криминологические учреждения были ликвидированы, а многие криминологи просто пострадали в том смысле, что были незаконно репрессированы и уже не смогли ничего сделать. с конца 50-х годов, ну, примерно с 57-58 годов, криминология стала постепенно оживать. Появились первые работы, специально посвященные криминологии, появился, наконец, первый учебник криминологии. и вот этот период, я думаю, что можно было бы, можно было бы, я надеюсь, что вы успели переписать и третий период, вот этот второй период можно было бы закончить концом 80-х годов, в 91-м году, как вы знаете, коммунистическая система потерпела полный крах, и, в общем-то, советская криминология, в которой было немало славных страниц, отошла в прошлое. И вот сегодняшний период, я думаю, что нужно числить с начала 90-х годов, когда появились труды и теории и концепции, которые существенно отличаются от тех трудов, которые были до этого. Вот этот исторический очерк мне был совершенно необходим для того, чтобы показать место криминологии в системе других наук. Как я уже говорил, криминология вышла из недр уголовного права. И долгое время были споры, является ли криминология самостоятельной наукой, или она является частью уголовного права. Я всегда был и остаюсь сторонником той точки зрения, что криминология, конечно же, самостоятельная наука, хотя какое-то время она развивалась в недрах уголовного права. Но криминология имеет связь и с множеством других наук, но это не значит, что она является частью этих наук. Ну, вот давайте мы проанализируем, что изучает криминология, что изучает уголовное право. Криминология изучает преступность. Уголовное право преступность не изучает. Преступность как совокупность преступлений, как сумма преступлений, которые имеют свои причины. криминология, конечно же, уголовное право, конечно же, не изучает. Уголовное право изучает преступления. Точнее, вот тот набор признаков, совокупность которых может дать основание для суждения о том, что это деяние является преступлением. Вот что изучает уголовное право. Криминология такие вопросы перед собой не ставит. И в отличие от уголовного права, криминология изучает не преступление, а преступное поведение. Так мы увидим, что и здесь у этих наук различные интересы. Теперь обратимся к личности преступника. Только криминология изучает личность преступника, никакая другая наука. Хотя, конечно, может специалист в области любой другой науки высказать весьма интересные суждения о личности преступника. Например, геологи или географ, кто угодно. Но это не значит, что личность изучается геологией или географией. уголовное право изучает не личность преступника, она изучает лицо, совершившее преступление, субъект преступления, то есть набор совокупности тех признаков, которые дают основания говорить о том, что это является лицо подлежащее уголовной ответственности, то есть является субъектом преступления. Это очень важное обстоятельство. Наконец, я бы хотел сказать, что криминология только она разрабатывает меры борьбы с преступностью. При этом я опять-таки отмечу, что о мерах борьбы с преступностью могут быть высказаны суждения, конечно же, не только криминологами, например, политиками, журналистами, публицистами, писателем, да кем угодно. Это не обязательно должен быть криминолог. Мы сейчас в современной науке, даже я оговорился, конечно, не сейчас, а уже давно наблюдаем очень интересное явление. Появление научных дисциплин двойной или даже тройной природы. Например, давно уже сложилась такая наука, как юридическая психология, даже криминальная психология. ну, вот это, конечно же, наука с двойной природой. Она пользуется достижениями, она включает в себя достижения и криминологии, и психологии. Причем, можно сказать, что криминальная психология пользуясь методами психологии обслуживает юридическую практику. Вот такое сложное переплетение здесь. Это очень интересно, я думаю, что это очень обогащает и психологию, и криминологию. Мне, например, известно, что работы криминальных психологов, юридических психологов вызывают огромный интерес у психологов вообще. Особенно в той части, когда криминологи изучают, идут по пути изучения эмпирического материала. Ну и, конечно, выводы криминологов тоже не безинтересны для психологов. Мы, конечно, часто привлекаем очень психологические знания, как, впрочем, и социологические, философские знания для обслуживания наших собственных проблем. мне бы хотелось сейчас остановиться на тех связях, которые есть у криминологии с другими юридическими науками. Вот они сейчас у вас появятся на экранах. Ну вот я говорил уже об уголовном праве очень подробно. Хотел бы сказать и об уголовном процессе. Конечно же, для уголовного процесса, особенно для доказательственного права, для теории доказательств. Очень интересны достижения криминологии в области изучения личности преступника, причины механизма преступного поведения. Специалисты в области процесса очень часто используют криминологические работы. Это вполне естественно. Я при этом не хотел бы сказать, что только они используют криминологические достижения, а мы не используем достижения в области уголовного процесса. Напротив, мы помогаем друг друг другу и стараемся быть полезными для любой из смежных наук, и впрочем, как и для любой другой. Или взять уголовно-исполнительное право. Вы смотрите, можно ли наладить процесс исправления преступников, можно ли создавать эффективные, справедливые законы об исполнении уголовных наказаний, если не пользоваться достижениями криминологии? Если не пользоваться достижениями криминологии? Я думаю, что нет, потому что именно криминология дает знание о том, почему человек совершил преступление. А, скажем, в местах лишения свободы, да и не только в местах лишения свободы, воздействие на человека, совершившего преступление, должно осуществляться в направлении тех его субъективных причин, которые его привели к преступлению. Поэтому мы можем с полным основанием говорить о том, что криминология тесно связана с уголовно-исполнительным правом. С уголовно-исполнительным правом. Я бы мог назвать и другие аспекты этой связи. Да, кстати, вот я хотел бы обратить ваше внимание на что. Ну, скажем, существует такая дисциплина, такая наука, как уголовно-исполнительная психология, уголовно-исполнительная педагогика. Как вы видите, и уголовно-исполнительная право очень широко кооперируется с другими науками. Я назвал вам только две, но, наверное, можно назвать еще какие-то дисциплины, с которыми тесно сотрудничает уголовно-исполнительное право. То есть, я хотел тем самым бы подчеркнуть, что вот эта тенденция кооперации к взаимопроникновению наук характерна не только для криминологии, но и для других научных дисциплин. Ну, возьмем криминалистику. Это наука об организации, тактики, методики расследования преступлений. Конечно же, она должна широко использовать достижения криминологии, так же, как, впрочем, и криминология должна опираться на достижения криминалистики в некоторых вопросах. Я думаю, что, например, построить следственную версию успешно искать преступников можно, наверное, при том непременном условии, если у тех, кто занимается этим делом, будут четкие, ясные, научно обоснованные представления о том, что такое преступник, почему он совершил преступление, почему он совершил преступление, вот, и на основании этого строить версии. Вот я вам недавно, выше я немножко говорил о мотивах совершения преступления, ну, скажем, осмотр места преступления может дать обильный материал для того, чтобы, осмотр места преступления может дать обильный материал для того, чтобы выяснить, почему, в силу каких субъективных причин, ради чего совершено это действие. а это уже в свою очередь поможет построить следственные версии. Мне приходилось консультировать практических работников, когда расследовались уголовные дела по таким самым опасным преступлениям, я имею ввиду убийства, и мы тогда очень активно использовали наши результаты для разработки различных следственных версий. Вот то, что я говорил о криминалистике, может быть вполне отнесено и к оперативно-розыскной деятельности. Ведь оперативно-розыскная деятельность это дисциплина, это наука, о том, как раскрывать преступления с помощью оперативно-розыскных методов и средств. И конечно же наука оперативно-розыскной деятельности широко использует достижения криминологии. Я имею ввиду даже и не только практическую деятельность, может быть в первую очередь я имею ввиду саму науку. Поэтому значит вот хотел бы сказать, что связь между ними тоже имеется. И кстати, вот в последние годы стала формироваться такая дисциплина, как оперативно-розыскная психология. Вот это еще одно доказательство того, как могут кооперироваться различные науки для того, чтобы достичь наилучших результатов. При этом не нужно ставить перед собой вопрос, какая из наук в этой кооперации важнее, нужнее и так далее. Это очень трудно определить и думаю, что и не следует этого делать. Главное, чтобы были бы научные и практические результаты. Вот я сказал о практических результатах и подумал о том, что, наверное, для вас очень важны будут данные о том, каковы практические выходы криминологии. Я хочу, чтобы вот когда мы сейчас будем обдумывать с вами этот вопрос, чтобы вы при этом вспомнили все то, что я уже вам рассказал о том, что такое криминология, какими она вопросами интересуется, какова ее история, с кем она кооперируется, на достижения каких наук она опирается. И вот я хочу в этой связи высказать вам суждение о том, каковы практические выходы криминологии. Я думаю, что это очень важный вопрос. Вот вы видите, я выделил четыре сферы воздействия результатов криминологии на жизнь общества. Ну, может быть, кто-то сочет, что этого мало, надо еще какие-то сферы. Ну, я вот выбрал эти. Я думаю, что это выход на выработку уголовной политики. То есть, мы должны, криминологи должны давать политике, политикам рекомендации о том, как бороться с преступностью. Мы, конечно же, должны давать советы, рекомендации, предложения правоохранительным органам. Ну, я тут мог бы с прискорбием сказать, что и политики, и представители правоохранительных органов чаще всего ждут от нас таких советов, реализация которых не потребовала бы ни копейки от них. Ну, дешевая юстиция, по-моему, дает только дешевые результаты. Вот, от криминологов часто требуют дать прогноз преступности. Ну, вот, криминологи дают прогноз преступности. Вообще, что значит дать прогноз преступности? Это значит, это значит сосредоточить на прогнозируемых узлах какую-то работу. Это значит и выделить средства для соответствующей деятельности. Но обычно криминологам объясняют, что денег нету, ждать их в ближайшем будущем не стоит. Поэтому вы должны дать такие советы, которые не потребовали бы особых расходов, а еще лучше, вообще бы не потребовали никаких расходов. Я повторяю, что дешевая юстиция дает дешевые результаты. Ну, вот, я выделил также формирование общественного мнения. Я думаю, что здесь, конечно же, криминология делает очень многим. Через, даже через преподавание, через наше выступление в средствах массовой информации, мы формируем другое мнение. Я бы должен был бы в этой связи отметить, что во многом отношение к преступлению, к преступнику, к преступнику, особенно после ленинско-сталинского произвола по отношению к людям, имело исключительно важное значение. и я думаю, что криминологии, криминологам принадлежит немалая заслуга в том, что мы смогли как-то перестроить отношения и государства, и общества к преступлению и преступнику. я бы даже поосторожнее эту мысль бы сформулировал. Может быть, мы даже больше воздействовали на общественное мнение, чем на государственных и партийных чиновников тогда еще в советское время, но все-таки воздействовали. Я вот помню, как-то я несколько раз выступал перед большими коллективами сотрудников правоохранительных учреждений и высказывал свое мнение по поводу личности осужденных. Говорил о том, что их исправление может быть эффективным только при очень глубоком изучении их личности, при гуманизации исполнения наказания, при внимании к этим людям. И вы знаете, вот я почувствовал из зала, что ко мне выработалось у слушающих очень негативное отношение, меня просто не понимали и порицали за то, что я говорил. Сейчас это воспринимается как норма, вот именно так они понимают нас. но это для того, чтобы прийти к сегодняшнему отношению к преступлению и преступнику надо было пройти очень длительный путь, который прошла криминология за эти очень долгие годы. Я вполне отдаю себе отчет, что в работе криминологов очень много недостатков, упущений, что гораздо больше могло бы быть сделано, чем мы успели сделать. Однако я совершенно не сомневаюсь в том, что большинство криминологов может быть даже подавляющее большинство криминологов работали честно и добросовестно, стремясь решить те архисложные проблемы, которые стоят перед ними. И вот одна из таких архисложных проблем это проблема создания собственной теоретической базы. Ой, да, я прошу прощения, я упустил одну из сфер, где криминология могла бы очень активно помогать, это создание основ международного сотрудничества по борьбе с преступностью. Прошу прощения. Значит, я хотел бы по этому поводу сказать следующее. сейчас преступность испытывает на себе влияние глобализации. Расширяется криминальное сотрудничество преступников в разных государствах, разных странах. существуют межрегиональные и международные преступные организации, на которые наносят отдельным странам просто колоссальный ущерб. Я думаю, что мы с вами бы жили гораздо лучше, если бы более успешно боролись с организованной преступностью. И, наконец, есть такая сфера международного сотрудничества, к сожалению, есть как терроризм. Я не буду по этому поводу специально останавливаться. Я надеюсь, что смогу прочитать вам отдельную лекцию, посвященную борьбе с терроризмом. Сейчас я хотел бы сказать, что, конечно же, криминологи должны оказать международному сообществу максимальную помощь в борьбе с терроризмом. Изучить, что это такое, еще более предметно, еще более обстоятельно и дать свои рекомендации. Разумеется, до этого криминологи участвовали в этой работе. Но я думаю, что участвовали недостаточно. И современная практика борьбы с терроризмом, особенно после событий 11 сентября в Соединенных Штатах, показала, что есть новые проблемы для предотвращения этих самых опасных и разрушительных явлений на данном этапе. И я, в частности, имею в виду изучение психологии террористов. Опять-таки, если обратиться вот к этим страшным событиям 11 сентября, то, конечно же, вопрос о психологии этих людей должен выйти на первое место, конечно, не заслоняя другие, но должен быть в числе тех, которые вызывают повышенное внимание. Действительно, какими психологическими особенностями должны были обладать те, как минимум 19 террористов, которые сознательно пошли на смерть ради достижения вот той цели, которую они перед собой поставили. Следовательно, криминология должна выход иметь и на международное сотрудничество по борьбе с преступностью. Каким образом, вы видите, что у нас очень много задач, которые имеют чисто практическое значение. Я теперь возвращаюсь к внутренаучной задаче криминологии относительно разработки собственной теоретической базы. Хочу обратить ваше внимание на следующее. если у нас у криминологов в криминологии не будет собственной теоретической базы, то практически рекомендации ее не будут иметь должной цены. Я думаю, что эта мысль понятна, поскольку если, ну, так уж слишком, может быть, даже и примитивно, если не будем мы достаточно умны, теоретически, научно подкованы, то мы не сможем выполнить те задачи, которые возлагает на нас общество. Но, я думаю, вам понятно, что общество имеет все основания возлагать на нас очень большие надежды. Хотя, конечно же, мы не очень многое еще сделали для того, чтобы борьба с преступностью была бы более эффективной. честно говоря, я вполне отдаю себе отчет, что есть объективные причины, по которым далеко не каждая страна могла бы согласиться с тем, каких преступников, как надо преследовать. И тут, конечно же, задача заключается, главная задача заключается в том, что труднее всего, наверное, преследовать тех, которые занимают в обществе высокий социальный статус и часто бывают просто недоступны для правосудия. Я думаю, вы со мной согласитесь, что и в нашей стране таких немало. Хотя, с удовольствием отмечаю, что последнее время с этим стало немножко лучше. все-таки, я думаю, дожить до того счастливого дня, когда в нашей стране будет объявлена программа «Чистые руки», так, как было сделано в Италии. Я думаю, что положение в нашей стране требует, чтобы была создана такая программа. итак, я попытался вам разъяснить, объяснить, показать, что такое криминология, каковы основные ее проблемы, основные узлы, основные заботы, что представляет собой ее место среди других наук. Я не знаю, следует ли мне что-нибудь добавлять по этому поводу. Думаю, что у вас должно было сложиться некоторое представление о ней. я призываю вас относиться к изучению криминологии со всем возможным вниманием, поскольку она требует многих смежных знаний. Ну, а что касается литературы, ее, в общем-то, по тому вопросу, о котором я только что говорил, ее немного, я вот сейчас ее покажу. Это всего два учебника. Два учебника. Криминология под редакцией Долговой и учебник криминологии под редакцией Кудрявцева. Разумеется, вы можете пользоваться и другими учебниками, но я думаю, что здесь наиболее удобно, хорошо изложены эти вопросы. Вопросы для самопроверки следующие. Ну что, я прощаюсь с вами. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok